Здравствуйте! Это реальные новости на канале Страна для жизни. Для тех, кто смотрит нас впервые, сразу обозначу важный момент. Реальные новости – это не только факты, но и размышления над тем, что они значат и чего нам стоит ждать дальше. Мнения и размышления субъективные, вы вправе не согласиться, но рекомендуем досмотреть до конца, а после делать собственные выводы. По-прежнему будем рады лайкам, репостам и вашим размышлениям в комментариях. События развиваются так стремительно, что невозможно уделить внимание всему произошедшему. Этот выпуск хотелось начать с того, как прошел день воли 25 марта. Но 27 марта случилось интервью Владимира Зеленского российским СМИ. Тут стоит уточнить, что интервью независимым российским СМИ, иноагентам, и прочим, по мнению Кребля, нежелательным к просмотру ютуб-каналам. Интервью это могло остаться незамеченным, если бы Роскомнадзор не поспешил его запретить к просмотру. А все, что запрещает власть держащая, автоматически становится рекомендованным к просмотру. В белорусском медийном пространстве это интервью вызвало бурю возмущения. А все потому, что, отвечая на вопрос про Лукашенко, Владимир Зеленский сказал, «Если мы можем закончить войну, а Александр Григорьевич будет снова чувствовать, что он в доме хозяин, мне все равно. Да ради бога, это вообще выбор белорусов, а не наш». Мне непонятно возмущение среди демократического сообщества. Ведь, по сути, это заявление не расходится с риторикой и действиями Украины в последние несколько лет. Бывший премьер Украины Яценюк в интервью несколько недель назад на вопрос, почему лидеры Украины не встречаются с Тихановской, ответил премьер на следующее. Украина готова разговаривать с законно избранным президентом Беларуси. Мы видели, как Украина готова была еще и торговать с Беларусью и помогать обходить санкции белорусским производством. В том числе Белкалию, разгружая вагоны в Николаеве. И я могу ошибаться, даже до сих пор, учитывая соучастие Беларуси в войне на стороне агрессора, не слышно и не видно каких-либо санкций со стороны Украины. Логика, полагаю, такая. Все на благо наций. И если надо будет торговаться и договариваться с самим дьяволом, значит будем. Обвинять ли Украину, решайте сами. Но действия правительства понятны, во всяком случае объяснимы. Вернемся к фразе, будет снова чувствовать, что он в доме хозяин, мне все равно. Кстати, если послушать это интервью и не вырывать фразу из контекста, то там на ней нет никакого акцента, сказана она в проброс. Но если вам, дорогой зритель, хочется немного конспирологии и чтения между строк, то давайте попробуем подумать, что бы это все могло значить. На поверхности, как и говорил ранее, национальные интересы Украины. Если нужно остановить безумие войны с сотнями тысяч жертв, то можно договориться и с чертом. Возможно, вслух было произнесено то, о чем ведутся кулуарные переговоры с Лукашенко, чтобы остановить ввод белорусских военных на территорию Украины. Возможно, не только украинская сторона ведет торг с Лукашенко в подобном ключе. Не зря ведь Макрон так часто звонил. Лукашенко. Возможно, это посыл Путину. Твой друг Лукашенко не такой уж тебе и друг. Он и с нами дружит, поэтому не жди большей помощи от него, чем она есть. Это еще и посыл россиянам. У вас нет союзников. Даже Лукашенко вам не союзник. Мы готовы с ним работать дальше, создавая хоть какую-то видимость его легитимности. В первую очередь для него самого, конечно. А взамен он будет придумывать отговорки, чтобы не вводить войска. Свои войска. А потом еще, чтобы спасти свою шкуру, заявит, что он сам лично со своими красавцами сжег электрошкафы вдоль железных дорог, чтобы замедлить железнодорожное сообщение. В этих словах Зеленского есть и конкретный посыл белорусам. Это ваше внутреннее дело. Разбирайтесь сами. Не надо ни на кого надеяться. Действительно ли не надо? Об этом поговорим дальше. Для тех, кто пришел сюда узнать новости и порадоваться успехом по свержению диктатуры, сообщаем. Софию Сапегу, гражданку России, судят в закрытом режиме. И это не только про сам суд, но и про политическую реальность в Беларуси в целом. При поставках белорусского мяса в Китай возникли трудности. Поставляли через Одессу. Теперь планируют поставлять через Владивосток. С поставками пушечного мяса из России в Украину через Беларусь проблем не возникает. Гражданин США, который в январе 2021 года участвовал в штурме Капитолия, получил убежище в Беларуси. Это первый случай в истории, когда несогласный с политикой Белого дома прячется у Золотого дворца. В Минске людей, которые стоят в очереди за апостилем, предупреждают об участии в несанкционированном митинге. Запретить очередь законодательно будет первым превентивным шагом в мерах поддержки иллюзии экономической стабильности. В Витебске задержана женщина за комментарий «дебилб***ь» под видео с высказыванием Лукашенко. Обвинение пока не решило, какое именно из этих двух слов может считаться оскорблением, а какое – диагнозом. В Минске на день воли задержали 12 человек за то, что они сидели на скамейке. Ведь по 12 человек можно сидеть только в камере, а скамья – она только для подсудимых. Социальное государство. Австралия ввела санкции против Лукашенко, его сына Виктора и официальной жены Галины. Больше всех удивлена Галина и переживает, как вывести из-под санкций дом под Шкловом, грядки и мотоцикл Минск. А сам Лукашенко узнал, что существует такая страна – Австралия. В НАТО призвали Беларусь прекратить поддерживать военную операцию России. Беларусь в ответ призвала пиковую даму и матерного ежика. Так сказать, тактический обмен паритетными призывами. Всемирная торговая организация останавливает рассмотрение заявки Беларуси на ее вступление. Заявка на рассмотрение находилась 30 лет. Нужно пересмотреть фундаментальные законы физики. Ведь остановка никак не повлияла на скорость рассмотрения. Вернемся к теме «На кого нам, белорусам, надеяться?». На шахматную доску к демсилам, диаспоре Европе и США, партизанам внутри страны и черным лебедям добавилась новая фигура – белорусы, воюющие за Украину. Например, белорусский батальон имени Костуся Калиновского. По порядку и коротко. Демсилы продолжают свою работу, которая сейчас сконцентрирована на новых бедах и проблемах. Визиты Светланы Тихановской в европейские столицы, в частности в Польшу, сконцентрированы на теме отношения к белорусам, которая резко изменилась в обществе европейском после начала войны. Нужно объясняться и разъяснять ситуацию по второму кругу. Есть Белоруссия с нелегитимным правительством и с безумным электоратом, который поддерживает или нейтрально относится по отношению к войне в Украине. Есть Беларусь с сотнями тысяч беженцев и сотнями тысяч находящихся в заложниках у режима, которые поддерживают Украину, помогают всеми возможными способами украинцам. Это про диаспору и про тех, кто партизанит вдоль железных дорог в Беларуси, следит за передвижением российской техники и так далее. Часть Демсил, например, Ковалевский и Лебедька, отправились в Украину, и это очень смелый и нужный жест для выражения поддержки Украине и обозначению позиции той самой новой Беларуси. Европа и США по-прежнему выражают озабоченность и поддержку белорусам, которые борются с режимом, но пока не смешат с новыми санкциями, делая ставку на то, что режимы Лукашенко аукнутся санкцией, которые обрушились на Россию. И вот мы добрались-таки до новой фигуры на фронте сражения за независимую демократическую Беларусь. Белорусский добровольческий батальон имени Костуся Калиновского. По сути, первое официальное белорусское вооруженное формирование, которое не подчиняется Министерству обороны Беларуси ни тому, кто называет себя главнокомандующим. И вот это интересно. Представитель Тихановской по конституционной реформе и парламентскому сотрудничеству Анатолий Лебедька, который сейчас в составе делегации Демсил был в Киеве, высказал мнение, что режим боится белорусских добровольческих формирований, которые сражаются за Украину. В воскресенье прошел брифинг представителей батальона имени Калиновского. Можно найти и посмотреть в ютубе. Учитывая надежды белорусов на белорусский батальон, на то, что они освободят белорусов от гнета режима и его приспешников, я посмотрел этот брифинг и очень надеялся услышать ответ на вопрос, как себе это освобождение представляют непосредственно бойцы батальона. Вопрос, который задали зрители на этом брифинге, звучал примерно так. Как вы собираетесь попасть на территорию Беларуси после того, как Украина победит в войне? Дырявые границы Беларуси и некомпетентность белорусских пограничников, которые не видели тысячи мигрантов, потом не видели сотни тысяч российских вояк. Вот примерно такой ответ был на это надежда. От себя отмечу, что не заметить и умышленно не увидеть – это очень разные вещи. Меня все же беспокоит вот какая перспектива. Если представить себе, что белорусский батальон, пополненный белорусами СТО и других военных формирований и ВСУ, окажется на территории Беларуси. Что это будет с точки зрения международного права? Гражданская война или вторжение Украины в Беларусь? В первом случае Белорусская народная освободительная армия, вот, кстати, и название подсказал, будет штурмовать дворец Лукашенко, вступая в бои с его силовиками, в том числе и с белорусской армией, если вдруг командиры последние опять сделают ставку на статус-кво и на своего хозяина. Если не сделают и присоединятся к народной освободительной армии, то это получается военный переворот, и власть окажется в руках военных. Готовы ли они будут передать ее представителям демократических сил или сами организуют свободные открытые демократические выборы? Вопрос. И все это при условии, что российские войска не помогут в очередной раз удержать власть Лукашенко. Или чего хуже, не вздумает потом на оккупированной территории провести референдум обхождения в состав Российской Федерации. Но дело еще вот в чем. Насколько я понял, из сообщений в СМИ белорусский батальон вошел в состав ВСУ. А это значит, что наши добровольцы принесли присягу на верность Украине. Это хорошо и правильно. Но что с этим делать дальше, после победы, до которой еще далеко, откровенно говоря? Получается, что если белорусы, принесшие присягу и подчиняющиеся командованию вооруженных сил Украины, войдут на территорию Беларуси с самой благородной миссией, ну, освобождение от гнета Лукашенко, то по факту это получается вторжение украинских вооруженных сил на территорию Беларуси. А значит война. Позволит ли себе такую роскошь Украина? Вопрос. Ответ на который, кстати, можно предположить из вышесказанного в этом выпуске реальных новостей. Предполагаю, что у многих из вас пронесется мысль, зачем нам думать о будущем, когда еще идет война, и надо думать здесь и сейчас, и как победить, и как нам, белорусам, победить внутри страны, здесь и сейчас. И вы будете правы, но не думать о перспективах и не просчитывать варианты событий будет нам в очередной раз очень дорого стоить. Здесь и сейчас Беларусь захвачена Лукашенко и его приближенными, и в довесок оккупирована войсками восточного соседа. Вот так положеницы. Единственной светлой перспективой для белорусов пока кажется лишь победа Украины в войне. Как она может выглядеть, эта победа? По словам Зеленского, переговоры и возвращение на те позиции, которые были до 24 февраля. А после уже разговаривать дальше. Вот только вряд ли, очень вряд ли на это согласится Путин. Разве что так называемые ДНР и ЛНР будут в границах не как раньше, а в границах областей. Но даже на это надеяться не стоит. На днях представитель так называемой ЛНР, какой-то там их главный, даже имя не хочу вспоминать, заявил, что планируется в кратчайшие сроки провести референдум на территории ЛНР. Напомню, что они сами себя признают в границах области Луганской. Так вот, референдум этот о вхождении в состав Российской Федерации. И, конечно, это будет незаконный и нелегитимный, бла-бла-бла-бла, никем не признанный референдум. Ну, собственно, разве нелегитимность волнует кого-то, кроме России? И вот якобы проходит референдум. И тут же Совет Федерации и прочие недоорганы ратифицируют все и быстро. И вдруг оказывается, что Россия приросла территориями, на которых идут военные действия. И все то, что было войной в Украине, или как они там по-прежнему пытаются повторять, что это спецоперация какая-то. Вдруг все это стало войной в России, на территории России. И вот вам военное положение, всеобщая мобилизация и продолжение безумства. Много еще хочется сказать, обсудить и предложить к размышлению. Но на сегодня все. Как говорил моя прабабушка, что занадто, то нездрово. А подумать, кажется, есть над чем. И, возвращаясь к началу, с прайшовшим днем воли сябры. День был, воли не ма. А значит, и есть даже го имкнуться. Живе Беларусь и жить ее и до той поры, покуль живе мы. До побочения. Если вы думаете, что вас это не касается, вы ошибаетесь.